здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал кровавый кодекс англии уголовное законодательство англии с 11 по 19 век вошло в историю под негласным названием кровавый кодекс английское уголовное право предусматриваем предусматривала высшую меру наказания в виде смертной казни за 150 200 преступлений и англия по праву заслужила название классической страны смертных казней которой карались даже самые нелепые проступки кражи овцы кролика украсть что-либо дороже пяти шиллингов лесное право посягательство на королевский запретный лес охота рубка леса собирания дров католичество и иудаизм нищенство ведьмаство супружеская измена получение пенсии военного моряка по подложным документам выдача за себя себя за пациента дома престарелых повреждение лондонского и вестминского моста времяпрепровождения с цыганами бунтарство за нарушение машин лудизм и тому подобное смертные приговоры выносились и браконьерам вредителям шлагбаумов на дорогах и тем кто брал товары выброшенные на берег после кораблекрушений и тем кто гулял ночью с лицом замазанным копотью потому что окружающие сразу принимали таких заграбителей если подозреваемые не сознавались определение виновности включала себе себя испытание холодной водой для мужчин и раскаленным железом для женщин первоначально за убийство полагалось виселица за изнасилование кастрация за поджог сожжение на костре за лжесвидетельство обрезание языка за убийство оленов оленя в королевском лесу ослепление и кастрация затем осталось только по большому счету виселица и даже к началу 19 века в англии смерть на виселице грозила за двести двадцать пять различных преступлений первая виселица сооруженная в англии являлась обычным деревом в предместе лондона тайберне это дерево собственно и назвали тайберским деревом принявших первого осужденного в 1196 году место казни было выбрано из книги страшного суда переписи английского населения и местностью и местности 1085 года по выселению вильген по велению вильгельма для ознакомления с территории и подавления недовольных название книги ссылается на библейский судный день когда всем людям должен был быть предъявлен полный список их деяний а чопорная англия решила не ждать этого дня а взять правосудие в свои руки первое законодательство возникло в семьдесят первом году по восемьдесят седьмой после завоевания англии королем нормандии вильгельмом первым в результате нормандского завоевания в англии сформировался господствующий класс французского происхождения противостоящим массе крестьян англосаксов крестьянам способны уплачивать в казну за пользование лесом все равно не дозволялось иметь лук стрелы и любое другое оружие а у его собаки должны были быть вырваны когти на передних лапах чтобы она не могла преследовать добычу остальным везло еще меньше хоть смертная казнь была распространена не только при вильгельме сколько при его потомках начиная с генриха первого при короле генрихе 8 1491 47 1547 за 15 лет только по законодательству о борьбе с бродяжничеством было повешено свыше семидесяти тысяч упрямых нищих подавляющее большинство которых составляли крестьяне согнанные с земли в ходе огораживаний при дочери генриха восьмого королеве елизавете первой было казнено порядка восемьдесят девять тысяч человек руки приговоренно связывали перед телом также связывали ноги чтобы предотвратить попытки раздвинуть их в стороны в момент распахивания люка высота падения подбиралась таким образом чтобы рывок ломал шейные позвонки разрывая спиной мозг и вызывая мгновенную смерть но но не мог оторвать голову в англии использовали простую удавку с петлей на конце веревки свободно скользящий по ним позднее она была дополнила дополнена на свободном конце веревки закрепили металлическое кольцо вместо петли благодаря чему петля удавки затягивалась гораздо быстрее этот тип петли приводил в очень быстрый смех очень быстрой смерти обычно это была веревка около четырех метров длиной и примерно два сантиметра толщиной в 1571 году таньберским деревом стало именоваться тройное дерево она была сделана из деревянных балок и представляла собой большую конструкцию в виде треугольника простореще именовалась от трехногая кобылка это таньберское дерево возвышающиеся над местностью являлась а также важным ориентиром в западной части лондона и официальным символом законности на такой виселице могли быть казнены одновременно несколько преступников они использовались и для массовых казней как например 23 июня 1649 года когда в тайбер на восьми повозках были доставлены и повешены 24 человека 23 мужчины и одна женщина после проведения казней тел тела бывали или закопаны поблизости или переданы врачам для проведения анатомических опытов так согласно принятому 1540 году парламентом закону были объединены гильдия врачей-хирурга и общество парикмахеров и им дозволялось брать ежегодно для изучения по четыре тела казенных преступников но все но все а проделывались только но не все отделывались только виселицей за государственную измену предусматривалась более сложная казнь повешение потрошение позже с видоизменениями обезглавливание утопления и четвертование первой жертву нового таймберского дерева с утяжеленной формой казни стал 1 июня 1571 доктор джон стори один из лидеров католической оппозиции предписание гласило изменника вывести из тюрьмы сложить на тележку или повозку доставить к виселице или к месту казни где повесить его за шею и вынуть из петли полуживым затем отрезать ему детородные части выпустить ему внутренности и сжечь их с тем чтобы его преступление стало особенно ужасающим для зрителей палачу вырвать у нее сердце показать его людям и объявить вот сердце изменника затем отрубить ему руку а тело четвертовать после этого голову части тела выставить каком-либо людном месте по особому указанию таковыми обычно были места сити гейс лондон лондон или вестермистер холл в годы царствования короля карла второго таймберни состояла символическая казнь над лидерами английской революции совмещенная с осквернениями их трупов 30 января 1661 года в годовщину казни короля карла 1 из могилы в вестерстерском аббатстве были извлечены остатки умершего в 1658 году диктора англии диктатора англии 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 оливера кромвеля доставлены в таймберн сперва повешены на дереве зато утоплены в реке после чего четвертованы также судьба была уготована телом джону брэд-шоу 1602-59 судьи вынесших смертный приговор карлу первому и генерала генни айртона одному из прославленных полководцев парламентской армии 1680 года был повешен обезглавлен и четвертован оливер планкет католический примас ирландии осужденный как измене казни в таймберли были всегда излюбленными развлечением лондонсом жители таймбера охотно пользовались этим коммерческих целях сооружая перед казнями деревянные трибуны и продавая на них места день экзекуции в таймберне для многих граждан был выходным днем гала день происходит от англосаксонского слова обозначающего день виселиц и реал к стечению публики требующий зрелищ ребята теперь понимаете откуда идет слова гала представления так вот тут значит долго читать не буду сами можете тут как бы уже ничего интересного нет тут вот есть какая-то стихотворение по поводу этой самой виселицы вот тут посмотрите смотрите также по теме британия такие разные законы и хроники геноцида белого человека китай и деревянные деньги спасибо за внимание подписывайтесь на канал до свидания